Хотел бы рассказать, как я начинаю свою смену с утра. Утром встаешь, пока кушаешь, делаешь чай, набираешь, грубо говоря, в телефоне, в плей-маркете обновления все. Смотришь обновления, что нужно, обновляешь из приложений, дальше перезагружаешь телефон. Выходя на смену, машина должна быть чистой, опрятной, заправленной. Об этом вы должны позаботиться с вечера, с следующего дня. То бишь, заканчивая смену, вы заезжаете на заправку и моете автомобиль. Когда помыли автомобиль и все сделали, можно заканчивать смену. Вам проще считать свой заработок, когда у вас автомобиль заправлен и все остальное. По окончанию смены вы будете видеть, сколько вы проехали, сколько вы потратили по чекам на топливо. Ну а для перезагрузка программ нужна для того, чтобы и обновление. У вас не было лагов и багов всякого рода в самом процессе работы. Бензин нужно заливать до полного бака, для того, чтобы человек, когда к вам садится на дальние расстояния, вы никогда не теряли время клиента. Вы всегда можете доехать чуть ли не в любую точку без остановок. Иметь при себе сдачу обязательно. Ну это факт вежливости, культуры и так далее водителя. Неважно, нужна сдача клиенту, нет, вы ее обязаны предложить. А уже клиента определится сам, надо ему она или нет. В автомобиле курить нежелательно вообще. Или хотя бы проветривать автомобиль, прежде чем к клиенту едете. Ну и самое главное, вежливость, вежливость, опрятный вид, без запаха в салоне лишних и так далее. Понятно уже лирика это алкоголь и все остальное, наркотики мы пропустим, я думаю. И сон на время нужно отдыхать очень много вообще водителю. Водитель не должен находиться более 8 часов, но максимум это 10 за рулем. Он должен всегда иметь отдых. Если он отдыхает, это касается и семья и все остальное, он должен и от семьи отдыхать. Ну все-таки это работа, которую он должен проводить над собой. Это такие вот самые главные вещи, которые не загружать себя телефонами и всем остальным. С клиентом разговаривать, общаться. Каждый заказ может превратиться из 100 рублей в 2, 3, 5, 10 тысяч. Это не факт, что сразу, но на следующий день этот человек позвонит, он поехать может с вами очень далеко. Такие заказы бывают. Я лично ездил в Брянск таким образом, из Санкт-Петербурга. Это самые главные эффекты, которые вы должны усвоить клиенту. Это тот человек, который вам платит. Если вы его цените, то в принципе у вас все будет хорошо. Главное еще понимать, что агрегатор должен вас ценить. Вы агрегатору платите, не клиент. Клиент это ваш клиент, а не агрегатор. Вот это самые главные вещи, которые есть вообще в этом все. Смотрите, нужно иметь, во-первых, водительские чаты. Для чего нужны? Да, они раздражают, да, они там засирают телефон. Ну, можно переходить на Телеграм, во-первых, он не засоряет телефон. Переходить в чатах тоже отключается звук. И чаты эти нужны для того, чтобы быть коммуникабельным. В чатах очень много полезной информации. Есть ломанные программы того же Яндекса и так далее. Если вы находитесь в этих чатах, вы будете всегда в курсе всех этих новинок. Вот. Ну, детское кресло, это понятно, что нужно, потому что это все-таки сфера услуга, а не какая-то там либо. Если ты готов ездить, скажем так, с детским креслом, значит, тебе назначается детский тариф, и ты должен ребенка сам усадить в детское кресло и закрепить ребенка. Ни в коем случае это не делает клиент. Вы отвечаете за пассажиров. Вот. Ну, визитки лучше иметь для того, чтобы раздавать, давать свой номер телефона на всякий случай клиенту. Он хочет вашим быть клиентом, а не конторы какой-то. Очень много людей предпочитают такси как личное такси, как личного водителя даже. Вот. Ну и техническое состояние автомобиля – это тоже немаловажная составляющая. Убирать салон и так далее, и все остальное. Нужно обслуживать автомобиль, чтобы автомобиль был в полном порядке. И, как говорится, колеса перестали крутиться, перестали вы зарабатывать. Вот и все. А это ваш основной доход. Всем спасибо за внимание. До свидания. Как сказать правильно? Затупил. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай.